Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Возможно ли исповедь по телефону? Конечно, все мы знаем, как исповедь совершается. Возможно, священник читает предначинательные молитвы, по сложившейся традиции представляет перед собравшимися и напоминательный список грехов, присущих роду человеческому. Но это еще не исповедь. Само таинство совершается тогда, когда наедине со священником, перед Крестом и Евангелием душа свои личные грехи открывает. Не общие для всего рода человеческого страсти, ибо у некоторых есть привычка так поступать, перечислять те общие грехи, в которых все виноваты. Святитель Феофан не называет это исповедью, но призывает на исповеди называть факты проявления страстей. Кто желает поглуже познакомиться с этим предметом, пускай откроет его книгу, что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения. Там как раз святитель Феофан и сообщает о необходимости внимательной частой исповеди, но исповедью называют как раз обнажение советов сердечных и сообщение тех фактов проявления страстей, которые мы все с вами можем за собой в какой-то степени усмотреть, в какой-то степени себя укорить, но прощение-то нужно конкретным фактам проявления этих страстей. И тогда исповедь действительно происходит, тогда не понапрасну читается разрешительная молитва, две молитвы по укоренившейся в православии традиции, читает священник над вашей главой, возлагая ей Петрахиль на нее, свидетельствуя вам о прощении от Господа, названных внятно, ясно, исповеданных вами грехов, и при этом перед самим Богом свидетельствуя о вашем раскаянии. Потому и нужна личность священника, как свидетеля вашего раскаяния, поскольку личность Божества стоит здесь же, о чем и свидетельствуют слова священника, обращенные к кающимся. «Се Христос стоит, приемли исповедание Твое, я же только свидетель есть, досвидетельствуй пред Ним все, что скажешь мне». И далее, увещевая не скрывать своих грехов, священник понимает ответственность свою. И просит кающихся также быть на высоте этого понимания. Зачитанные при общем собрании названия грехов не являются исповедью частной, которая практикуется в Церкви, в нашем православии, и не заменяют его, а являются только напоминанием тех грехов, а точнее тех страстей, которые в себе мы призваны заметить, по поводу которых себя нужно проверить. А проверка будет в чем состоять? В воспоминании тех фактов, в которых проявилась наша раздражительность, или наше сребролюбие, или наша падкость на чувственное удовольствие. Священнику не нужны натуралистические картинки из вашего греховного прошлого, но мера греха, вами совершенного, должна быть обозначена именно изложением ситуации, в которой так или иначе проявились греховные страсти, к сожалению, еще не чуждые нам. Что из этого следует? Из этого следует, что открыть совесть перед священником по телефону, конечно же, дело полезное, в котором самое главное для исповеди совершается. Затруднительно находящемуся далеко священнику возложить вам на главу и Петрахиль, но помолиться за вас, но прочитать разрешительную молитву ему вполне по силам, даже если вы за несколько тысяч километров от него находитесь. Есть некоторая торопливость православных христиан, познакомившись с батюшками онлайн или по телевизору, сразу по причине чувств сыновних с первого взгляда, вспыхнувших, сразу записаться в его духовные чадо и предложить тотчас обнаружить, обнажить всю душу свою перед этим полюбившимся с экрана монитора или телевизора пастырем. Эта поспешность, думаю, неплодотворна. Когда мы говорим о сообщении своих грехов священнику по телефону, то имею в виду прежде всего священника, давно знакомого с тем, кто сообщает ему о своем душевном состоянии. Если человек, конечно, имел опыт регулярной исповеди у этого священника, если человек уже знаком пастырю, то тогда, конечно, возможно и очень полезно при невозможности тактильного и очного контакта посещения храма, где служит этот священник, держать с ним связь, в том числе и посредством коммуникации, но пытаться с еще лично незнакомым священником, не являясь никогда и не имея никакой возможности и, может быть, близкой перспективы быть у него на приходе, вот в такие онлайн-чада записываться явно неблагоразумно. И поэтому, я думаю, священники у таких просителей поисповедовать, как правило, вызывают разочарование своим отказом, но он, я вас уверяю, не случайен. Есть, однако, еще один аспект, который при обсуждении этого вопроса надо учесть. К сожалению, кажущиеся нам секретными средства коммуникации, наши смс-очки, переписка в соцсетях кажется только простодушным, совсем неуязвимым, неуязвимой, недоступной для иногда и недоброжелательных к нам. Это надо учитывать. Поэтому понятно, что в исповеди открываются самые дальние глубины души человеческой, иногда и события жизни, которые никому, кроме священника, нельзя изложить. Здесь все-таки некоторую осмотрительность надо иметь не только могут быть прочитаны близкими вашими, то, что изложено вами в телефончике или где-то в сетях ваших. Легко можно не проконтролировать одно из средств коммуникации, которые вы, может быть, когда-то открывали свои страницы, потом закрывали. И, к сожалению, такая откровенность, предназначенная только для священника, попавшая в руки людей, кому она была не предназначена, может сыграть злую шутку с вами, потому надо быть в этих вопросах все-таки осмотрительных. Таким образом, можно и нужно разными способами, в том числе и отдаленными, стараться одержать свою совесть всегда в порядке и открытой перед духовником, перед священником, который нам близок и знаком. Но, однако, все время искать возможности, чаще бывать на совместной молитве в храме Божьем, чаще посещать священника в непосредственной близости к Нему находясь, открывая Ему содержание своего сердца и жизни своей, с тем, чтобы не лишиться и благодатной помощи Божьей по Его пастырскому руководству. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok